Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о самых свежих, актуальных и реальных новостях. Поехали! Каким образом выглядит белорусская бесплатная медицина, мы все с вами прекрасно знаем. Но сегодня я хочу вам продемонстрировать ту самую платную медицину, а точнее палаты для рожениц. И не совсем даже сами эти палаты, а санитарные узлы в этих самых платных палатах для рожениц. Вот таким вот образом выглядят палаты, за которые заплатила роженица одну тысячу белорусских рублей. Так сказать, стабильность в лучшем своем проявлении. Вы просили меня отвезти народ от пропасти! Мы это сделали! Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников. Огромные очереди из заболевших мазырян выстраиваются в туб-диспансере. В Мозырском туб-диспансере, куда из-за наплыва пациентов перенесли часть поликлиники, с самого утра огромнейшие очереди. Люди стоят часами, плечом к плечу, даже не помышляя о социальной дистанции. И тут нужно понимать, что люди ни в чем не виноваты. Если человек пришел в такое заведение, значит у него что-то болит, значит он чем-то болен и ему нужна медицинская помощь. А людей заставляют как селедку в банке мариноваться в этих самых помещениях и никакого социального дистанцирования. Тем самым увеличиваем количество заболевших коронавирусом в Беларуси. Ведь миллиард все тот же нужно забрать, ведь МВФ нужно додавить, ведь показатели большого роста коронавирусной инфекции в Беларуси Лукашенко нужно показать. Та же история и с туберкулезом в Беларуси. Кто не знал, все лекарства на туберкулез и лечение этого самого туберкулеза идут из-за границы. Цены этих самых лекарств просто колоссальнейшие. И Европа нам их дает бесплатно. Ну точнее их дают деньгами, а Лукашенко уже закупает это самое лекарство. И чем больше якобы по статистике таких больных, тем больше Европа выделяет денег. Вот в общем-то и все. Статистика решает лукашенковские финансовые вопросы. Статистика незаконной власти. Лукашица настолько жадные бандиты, что готовы уничтожать белорусский лес кубометрами. Тысячи кубометров и вывозить за границу. Ну а если вдруг что-то забыли вывезти или не смогли утянуть, кинут просто в лесу и выглядеть это будет примерно так. О, Калинковичский район. О. Там еще куча. Так все гниет. Все по-хозяйски. Вот так выглядит вырубленный белорусский лес, который гниет в этом самом лесу. Его вырубили, уничтожили, сложили и не смогли вывезти. Так сказать, не хватило места в автомобиле. В грузовом автомобиле. И его просто складируют в лесу. А если вы придете и заберете этот лес, вас посадят на несколько лет или обложат такими штрафами, что вы полжизни будете работать на эту незаконную власть. Белорусские партизаны меня продолжают радовать. Они придумали просто гениальнейшую идею. Рассылать стукачам письма с определенной информацией, так сказать. В общем-то, я поддерживаю эту инициативу. Хотел бы пожать каждому руку, кто это придумал и кто это делает. Так как мы должны оповестить стукачей о том, что мы знаем, что они стукачи. Ну, чтобы вы просто понимали, лукашисты заблокировали этот сайт в Беларуси. И многие попросту не могут зайти и посмотреть. Так вот, если вы не можете посмотреть на сайте, то вы вполне легко можете посмотреть у нас в YouTube-канале. Мы делали ролик о белорусских стукачах. Поэтому ссылочку я оставлю в описании и в первом комментарии. Огромное спасибо тем, кто продолжает сопротивляться и бороться с этим диктаторским режимом. Вместе мы обязательно победим. Вместе мы одержим победу над диктаторской хунтой. Живе, Беларусь! Жена Павла Северинца просит о помощи. Она просит, чтобы хунта отпустила Павла Северинца на похороны собственного отца. Как вы понимаете, Павел Северинец верующий человек. И для него это очень и очень важно. Вы представьте, насколько сложно осознавать, что ты не можешь похоронить собственного отца. И все только потому, что ты желал этой стране только добра и мира. Но при диктаторской хунте такое возможно. Сегодня ночью помер тата Павла Северинца Константин Павлович. Мы звертаемся до людей добрых, до организаций и до дипломатов. И просим всеми мягчимыми способами, чтобы помочь, чтобы на похоронение отпустили Павла. Мы будем делать для этого все мягчимое. Просим так само о молитве за душу Константина Павловича и о поховании отпустили с ее уродной, у норицы. Я не знаю, как на это повлиять, но думаю, что рассказать об этом вам я был просто обязан. В Беларуси появляется все больше и больше моральных уродов в виде вот таких вот пассажиров. Я его не могу назвать ни по должности, ни по имени, так как это реально пассажир. Я считаю, мы слишком мягко поступаем снимить и упадать. Почему-то они действуют вне рамок закона. А мы стараемся все делать по закону. По закону с ними беседовать, по закону их убежать, по закону их уговаривать. А надо, как Кутин сказал, мочить в сортире всех за одного 20, 100, чтобы не было неповарных кому. Вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим в конце концов. Как бы не интерпретировать данную ситуацию, произошла перестрелка. Кого конкретно они собрались сотнями и десятками убивать? Ну, кого, назовите. Тот, кто не хочет мириться с диктаторским режимом? Или может быть с теми, кто не согласен с тем, что в стране могут убивать, ламываться в квартиры? Скажите, кто эти люди, которые будут убиты сотнями? Эта дурка за ним уже едет. Я тебе точно говорю, вон она, вон она, поехали. Думаю, через пару дней она доедет до него, и я думаю, что белорусскому народу станет жить немного легче. Без таких вот дебильных оленеводов. Ну, по-другому объяснить нельзя. Белорусская революция продолжается. Сопротивление набирает обороты. Вчера утром была сожжена машина председателя Государственного комитета госэкспертиз. Сожгли автомобиль Toyota Land Cruiser 2015 года выпуска стоимостью от 40 до 65 тысяч долларов, который принадлежал Волкову Алексею, председателю Госкомитета судебных экспертиз. По информации Байпол, Волков, бывший первый заместитель председателя Следственного комитета, курировал предварительное следствие по политическим делам в августе-октябре 2020 года. Также занимался делом Сергея Тихановского и других политзаключенных. С 9 октября 2020 года назначен на должность председателя Госкомитета судебных экспертиз. Данный персонаж находится в санкционных списках Евросоюза. В общем-то, очень хорошо, шикарная новость, прекрасная новость. Пускай каждый лукашенковский прихватит, пускай каждый лукашенковский лизоблюд знает, что справедливость восторжествует, что белорусы не остановились, не успокоились и не склонились. Мы будем продолжать бороться до последнего вздоха. Мы отвоюем свою свободу. Мы отвоюем свою страну. Мы победим вас, бесхребетных мразей. Это наша страна. Это наша земля. Мы – белорусский народ. А вы – лукашенковские жополизы. В Жлобине работник колхоза получил за 20 рабочих дней 60 белорусских рублей. Это, в общем-то, белорусская заработная плата. Это надо чиновникам дать такой расчетный лист и поинтересоваться, где эти знаменитые полторы тысячи рублей. И самое важное тут то, что я практически на 100% уверен. И с учетом того, что вы писали мне в комментариях, я могу сделать четкий и понятный вывод, что средняя заработная плата у простого рабочего на обычных работах в Беларуси – это 400 рублей. 400 рублей. 100 евро. Белорусы получают заработную плату в Беларуси. И они нам рассказывают про какую-то, блядь, стабильность. Это стабильный пиздец. Не иначе. По всей стране были эвакуированы университеты, БГУ, МГУ и так далее и тому подобное, потому что поступила информация о том, что они заминированы. И что-то мне очень сильно подсказывает, что это тоже дело рук белорусских партизан. Там, конечно, рассказывали о террористах в этом самом письме, но факт остается фактом. Дестабилизация Лукашенковского бандитского государства всегда приветствуется в данной ситуации. Они сейчас активировались и рассказывают о том, что мы все стали радикалами. Когда белорусов убивали, стреляли, они не говорили о том, что они радикальны. О том, что белорусы выходили с цветами под пули, тогда мы не были радикальны. А тогда, когда вы вламываетесь в квартиры и расстреливаете в упор белорусов, а они дают отпор. Они стали радикальными. Интересная ситуация слаживается у вашей бандитской логики. Не так ли? Витебские коммунальщики продолжают экспериментировать с лучшей уборкой листьев с газона. И сегодняшнее видео хорошо олицетворяет то, каким образом ЖКХ отмывает бабки. Чтобы вы понимали, их отправили косить листву, потому что у них по разнарядке стоит покос травы. Вот поверьте, если в декабре не будет снега, эти с лопатами и заставят грабать того, чего нет. Самое главное, разнарядки правильно заполнить, чтобы отчитаться в райисполком и в облсполком о том, что ведутся какие-то работы. Тут, в общем-то, история очень долгая и сложная с ЖКХ. По ЖКХ мы делали в свое время очень много материалов и рассказывали, как они работают. Куда они тратят деньги с арендованных помещений, куда они тратят деньги с рекламы на наших с вами домах, и куда они девают деньги, которые получают с белорусского бюджета, и сколько получают те самые трудяги, которые вынуждены косить эти самые листья. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Помните про политических заключенных и родных и близких политических заключенных? В одном из последних видеороликов я не сказал про политических заключенных, что меня сильно расстроило, что не было ни одного комментария, который бы мне сделал по этому поводу замечание. Вы подумайте о том, что эти люди больше года находятся в тюрьмах, и их нужно поддерживать, и о них нужно помнить. Пишите в комментариях о политических заключенных, помните, пишите им письма и поддерживайте родных и близких. Это очень важно. Вы были на канале Реальная Беларусь, и это были реальные, свежие и актуальные новости от канала Реальная Беларусь. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова